Мы продолжаем выпуск. 64 дворовые территории района имени Казыбекби до конца года будут благоустроены. В каких-то дворах появится детская площадка, где-то уложат новый асфальт и заменят бордюры. Там, где работа уже проведена, побывали наши корреспонденты. Это улица Карбышева. В этом году многоэтажка была отремонтирована по программе модернизации ЖКХ. Как говорят местные жители, дом привели в идеальное состояние. Помимо облицованного фасада и отремонтированных подъездов, здесь появился и красивый благоустроенный двор с детской площадкой и ровно уложенным асфальтом. Подарок от Акимата. А это та же улица Карбышева, только несколько месяцев назад. Разница очевидна. Здесь ничего не было. Был разбитый двор, не было асфальта. Нельзя было к дому подъехать. То есть ни машины, ни скорая помощь, ни таксисты вообще отказывались. Полностью переоборудовали детскую площадку, асфальтировали подъезд к дому. За что мы, лично КСК и жители дома, благодарны Акимату района имени Казыбекби. А это разбитые дороги по улице Осевая. Буквально в начале лета в этом дворе не то что пройти, проехать не было возможным. Окраину города, а именно Кирзавод 3 и 4, программа также не обошла стороной. Новый асфальт уже облюбовала местные детвора. Да и жителям не придется больше тонуть в грязи и слякоти. У нас очень долго не было дорог. Спасибо Акимату, что он нас не забыл, что он благоустроил наши дворы, что сейчас уже дети, взрослые рады, что асфальт появился. В этом году в рамках бюджетной программы благоустройства и озеленения населенных пунктов облагорожены 64 дворовых территории района имени Казыбекби. В 50 из них уложен асфальт и установлены бордюры. А в 14 дворах, дома которых участники программы модернизации ЖКХ, установлены детские площадки. Программы благоустройства старались охватить как центральные улицы, так и окраины города. Основные критерии выборов дворов для благоустройства – это охват всех кварталов и улиц. Второе – это обращение физических и юридических лиц. Третье – это привязка к программам. Работы ведутся без отставания от календарного графика производства работ. Ожидаемое планирование завершения – это октябрь месяца текущего года.